Сегодня в Хэйхэ стартует зарубежная часть 59-й археолого-этнографической конференции студентов и молодых ученых. Российская завершилась накануне. В Преамуре она прошла впервые. Екатерина Талалай продолжит тему. Это похоже на мастер-класс от шеф-повара. Разделывают рыбу особым способом, который использовали северяне. Задача при помощи каменного ножа ювелирно снять кожу, затем обработать ее и пустить на пошив одежды. Это змееголов. Это достаточно плотная и нежирная кожа. Из нее спокойно можно сделать рукавицы. Такое сырье активно использовали в середине 19 века. Кожу рыбы обычно снимали именно в апреле, когда нет мух, либо осенью. Мастерство в том, чтобы получить единое полотно. Каменные ножи для этого мастер-класса Николай Цой изготовил, воспользовавшись госкаталогом Музейного фонда России. Единственное, немножко подработал методику нанесения обзоров. Функционал у них 100% точно такой же, как у оригинальных изделий. Чтобы ребята попробовали порезать каменными ножами, поняли, каково это, какие-то плюсы, минусы, удобно, неудобно. Потому как в музеях они лежат за стеклом и все. Автор мастер-класса по профессии врач. Археология и этнография – его хобби. Как он сам говорит, его цель – первобытная реконструкция. А вот большинство участников учатся по профилю. Они студенты из 14 российских городов и двух китайских. Самая многочисленная делегация из Иркутского госуниверситета – 20 человек. Они привезли доклады, где отразили результаты раскопок нескольких сезонов. Они охватывают самый широкий временной диапазон от палеолита, до древнейших отделов каменного века, до средневековья и на общие темы про историографию. У нас в этом году Иркутская археологическая школа на базе Иркутского госуниверситета празднует свое столетие. И для нас этот год очень важен. Иркутск – родина этой конференции. Каждая юбилейная проходит там. Сейчас Благовещенск принимает 59-ю. У молодых ученых плотный график расписаны на несколько дней. Студентка из Новосибирска Татьяна Шевченко рассказала коллегам о технологии обработки древним человеком нефрита. Вообще нефрит – специфичное сырье. Очень твердое, вязкое. И обработки подается с большим трудом. На это нужно очень много времени, очень много сил. И то, что человек начал обрабатывать данное сырье – это невероятно. И для меня стало большим открытием, когда я поняла, насколько сложные изделия они делали. В программе научного форума и зарубежная часть. Два дня участники будут делиться опытом в университете Хэйхэ. Эта конференция ориентирована прежде всего на молодых ученых. Много ученых, которые приехали здесь в качестве руководителей, уже докторов, но когда-то тоже начинали молодыми студентами, аспирантами на таких конференциях. Митроевск – это не только какие-то официальные мероприятия. Это вот такое вот неформальное общение в кругу друзей, коллег, которые в одной теме, в одном котле. Ну и огромное значение – это популяризация вообще в целом археологии. Конференция закроется в пятницу. Участники разъедутся по домам, чтобы с новыми силами погрузиться в изучение такого загадочного и любопытного прошлого. Екатерина Талалай, Евгений Вдовенко, Сергей Битков, Кирилл Захаров. Вести. Благовещенск.